Легендарная Корса. Ольга Кочура, герой России и Донбасса. Ольга Кочура с позовным Корса, единственная женщина, командир артиллерийского дивизиона Донецкой Народной Республики, участвовала в боевых сражениях на протяжении 8 лет. Корса в звании полковника умело стреляла из всех видах вооружения и показывала своим подчиненным, которых было 140 человек. Стойкая, героическая женщина проявляла лучшие черты, сильный, мужественный характер. Ее любили сослуживцы, родные, ее ненавидели противники и вели охоту на нее. Целых долгих 8 лет Ольга Сергеевна была предана своей стране, которая буквально утопает в горе. Она верила, что рано или поздно мир на многострадальную землю Донбасса придет. Она окончит учебу в Донбасской аграрной академии и займется простым мирным делом – животноводством. Но, увы, ее планам не суждено было сбыться. Звезда по имени Корса рано погасла на небосводе. Кто такая Ольга Кочура? Отважный боец, женщина-командир реактивного дивизиона города Донецка. Полковник, заботливая жена и мать – это все она, Ольга Сергеевна Кочура. Легендарная защитница, известная под позывным Корса. И герой России посмертна. Ранние годы, 12 мая 1970 года, стала знаковым в семье потомственных военных. У них родилась дочь – Ольга. Только еще маленькая донбасская девочка Оля не знала, что в будущем получит звучное прозвище «Леди Смерть» и станет самой известной женщиной-командиром, которой суждено изменить многие устои и понятия. Ольга закончила военную кафедру Политехнического института по профессии разработка ПО для системы наведения баллистики. Она не могла выбрать другую дорогу, просто не имела права. В семье Ольги было 12 поколений военных. Дед и отец также были офицерами. Поэтому Ольге на роду было написано стать той, кем она являлась легендарной Корсой. Карьера Ольги начиналась с кабинета простого следователя. Она 16 лет жизни отдала Министерству внутренних дел Украины. Спустя какое-то время Ольга уже стояла во главе районного отдела, а уходила из органов звания полковника. Позже Кочура продолжила работу в службе безопасности одного из банков. Бег, верховая езда, рыбалка. По словам Ольги Корсы, человеке всего должно быть поровну и красоты, и ума. Она была сторонником здорового образа жизни. Поэтому вне зависимости от времени года, настроения, самочувствия и погоды Ольга постоянно занималась спортом. Тренировки в спортзале, конные прогулки, бег. Корса состояла в Федерации Горловки, где регулярно организовывала соревнования по пауэрлифтингу. Помимо спорта и силовых тренировок, Ольге не чуждо было проводить время и за чисто женскими делами. Она обожала заниматься растениями. Отдыхать Кочура любила на природе, поэтому выбирала в качестве досуга рыбалку и охоту. Во время поездок на природу полковник готовила свое любимое блюдо – уху. Рассказывая о своих предпочтениях, Корса не один раз говорила, что ничего лучше отдыха на природе для нее не существует. Начало боевого пути. Начиная с 2014 года, Ольга Кочура становится одним из самых ярких защитников Донбасса. Своей родины, где она родилась, выросла, пошла в школу. Она сразу же оказывается в первых рядах сепаратистов, отстаивая свободы и права жителей Донбасса. Служба у Ольги началась в третьей мотострелковой бригаде, которая носит звучное название «Беркут». Позже в командование Корса перешел артиллерийский дивизион. Ольга сражалась за десятки городов и сел – это и Горловка, и Логвиново, и Мариновка. В боях было получено несколько ранений, но всякий раз Корса возвращалась в ряды армии ДНР. Словно зародившаяся птица Феникс, участвовала Кочура и в боевых действиях под Славянском, из которого выводила технику. Проявив хитрость и смекалку во время боев за Горловку, Ольга проявила свою технику в тыл, нанеся на нее маркировку противника. В апреле 2015 года Ольге Кочури присвоили звание полковника, а вместе с ним она получила позывной, под которым будет известно в следующие годы Корса. Ольга участвовала в обучении сотен бойцов, передавая свой опыт и знания. Средства массовой информации писали о Кочуре как о единственной в Донецкой республике женщине-командире. На ее жизнь не единожды покушались диверсанты и разведчики. Так, за 2017 год Корсу едва не убили три раза. Заграничные СМИ окрестили Ольгу емким прозвищем «Леди Смерть», а также «Волчица». У Градов женское лицо. Бойцы ДНР находятся под командованием женщины. Разносили информацию с западной СМИ. А ведь эта женщина была сильнее духом, мужественнее любого мужчины. Этому она учила своих бойцов. Под началом Корсы находилось полторы сотни бойцов. Парни Ольги обеспечивали работу ракетного комплекса «Град», который являлся грозным оружием, как и легендарные ночные ведьмы во время Великой Отечественной войны. Корса и ее подчиненные выходили на бой под покровом глубокой ночи. Не зажигая сигнальных огней, тщательно выбирая дорогу и время для удара. Грады обрушивали всю свою мощь и ярость на противника, который совсем этого не ждал. Старались подойти как можно ближе, рассказывала Ольга в одном из интервью. Даже ценой своей жизни. Корса любила свое оружие, хотя стрелять умела из любого. Она отдавала предпочтение именно реактивной артиллерии, поскольку ее восхищала мощь и красота, с которой бил ракетный комплекс. Кочура считала, что если правильно использовать возможности такого оружия, то половина победы обеспечена. Требования к подчиненным. Женщина военной обязана быть красивой. Именно от такого мнения была и легендарная Корса. Она всегда старалась быть максимально ухоженной и привлекательной, несмотря на полевые условия и военные действия. Женщина военная – это не мужик в юбке. Если выражаться словами Ольги. Нельзя быть грязным чудовищем, которое грызет ногти в окопах. Корса очень щепетильно следила этим правилам. Помня, что находится среди мужчин. Они постоянно оценивают меня, говорила Кочура. Нельзя ударить в грязь лицом ни в одном пункте. Привыкшая безупречно выглядеть. Командир требовала того же и от своих подчиненных. Всегда идеально выбритые на чищенных сапогах и берцах. Вот как выглядели правые артиллеристы Корсы. А если, не дай бог, кто-то оказался в неподобающем виде, то на глаза суровому командиру старались даже не попадаться. Знаю, что получат сбучку. Это касалось даже тех, кто не успел утром побриться. Как погибла полковник Ольга Кочура. В конце июля 2022 года в Горловке приспустили флаги. Ушла из жизни легендарная Корса. Ниву полковника подвергли обстрелу, когда она ехала по делам. Случилось все на дороге с сообщением «Горловка ясиноватая». Согласно данным, помимо обстрела в автомобиль попал реактивный снаряд. После случившегося Ольга еще какое-то время была жива. Ее не успели доставить в больницу. По дороге Корса умерла от многочисленных ранений. Это случилось 29 июля 2022 года. День, который теперь считается черным не только в Горловке, но и во всей республике. Спустя несколько дней, 3 августа 2022 года, Ольге Кочуре присвоили звание Героя Донецкой Народной Республики. А уже на следующий день президент Российской Федерации подписал указ о том, что Ольге Сергеевне присвоено звание Героя России посмертно. Любимая в семье защитница Донбасса и всех простых мирных людей покоится на кладбище под названием «Донецкое море» на Аллее Героев. У Ольги Кочуре остались муж и трое детей. Старшая дочь Алена пошла по стопам матери, перенимая узы преемственности. Она даже некоторое время служила под командованием Корсы и носила позывной «Алешка». Ольга не навязывала своего мнения дочери. Полковник не стремилась отговорить ее от такого шага. Тем более, что Алена сразу же поставила ультиматум. Если запретят идти в эту сферу военного дела, она станет снайпером. Корса понимала, что дочь все равно поступит по-своему. А Лене есть в кого иметь жесткость и настойчивость характера. Впрочем, выбирая между службой дочери, снайпером и своим дивизионом, материнское сердце не сомневалось. Маленький Сережа, приемный сын Ольги Сергеевны, мальчик жил в детском доме. По воле случая Корса увидела малыша в больнице, после чего она стала крестной матерью мальчика. И больше она с ним не рассталась. В марте 2015 года Сережа был усыновлен официально. По словам Ольги Сергеевны, малыш стал ее родным. Они даже имели внешнее сходство. Поэтому посторонние люди даже не догадывались о том, что мальчик приемный. Для меня он давно родной мой сын, говорила Корса. У мира забрали прекрасного человека, талантливого командира и великолепную женщину, и лучшую среди матерей, для которых чужих детей не бывает. Ольга Сергеевна строила планы, мечтала заниматься животноводством и сельским хозяйством. После того, как военная операция придет к своему логическому завершению. Кочура хотела окончить обучение в Аграрной Академии Донбасса. Не отметала Корса и возможности того, что уйдет в политику. По ее словам, опыта руководителя у нее достаточно. А в Донецкой Республике не запрещается заниматься политикой и вести бизнес при этом. Будучи разносторонним человеком, который имеет добиваться поставленных целей, Ольга Сергеевна Кочура могла принести своей стране еще много пользы, если бы ее звезда не погасла так рано. Увы, но мечтам о том, что рассказывать внукам, что ей пришлось пережить за годы сражения, теперь не сбыться уже никогда. Несомненно, именно благодаря большому вкладу полковника милиции ДНР, женщины-героя Корсы, однажды на Донбассе в очередной раз взойдет солнце и случится это уже в мирном небе.